Продолжение следует... Вор Надир Салифов, что грозит многочисленными жертвами. В-третьих, обострится борьба за освобождающееся место вора в законе номер один. Одним из самых заметных событий в воровском мире в 2017 году стало освобождение криминального генерала Надира Салифова. Он живет в Турции, начал формировать собственный клан и объявил о своих притязаниях на место вора в законе номер один. Для этого необходимо присутствие в России, поэтому Гули почти сразу начал подготовку своего прибытия в Россию. Он отправил в Москву своего представителя, брата, тоже вора в законе, намика Салифова, который очень доходчиво стал объяснять представителям азербайджанской диаспоры, кто для них главный криминальный босс. Большинство с притязаниями Салифовых соглашались без боя, лоту Гули доставались отчисления с рынков, крупных фирм и так далее. И только один объект оставался для них неприступным, крупный рынок на Калужском шоссе. Там сейчас плотно осели два человека, Заур и Магаром, первый является родственником вора в законе Ровшина Джанева, которого застрелили киллеры в Турции. Считается, что произошло это при участии Гули. После смерти Ровшина Заур удалось отстоять ряд столичных активов родственника, в том числе, позиции на рынке на Калужском шоссе. Магаром когда-то был хозяином пресловутого покровского рынка, после его закрытия продолжал крутиться в этом же бизнесе. А потом вынужден был на длительное время уйти в тень. Из-за целого ряда историй его не взлюбил вор в законе Захарий Калашов, Шакра молодой. В такой ситуации лучше на глаза ему было не попадаться. В столицу Магаром вернулся вскоре после ареста Шакра, и сразу вошел в коалицию с Зауром. В результате на рынке на Калужском шоссе Заур и Магаром организовал свою штаб-квартиру, где ведут прием представители азербайджанской диаспоры, решая их различные проблемы. Такая ситуация никоим образом не устраивает Гули, у которого четкая позиция. У азербайджанцев есть только один криминальный лидер и это – он. Однако разрешить ситуацию у Намика не удавалось, а сам Гули приехать в Москву не смог по объективным причинам. Неожиданно Надир Салифов был объявлен в розыск по обвинению в похищении человека и вымогательству. После этого Намик в спешном порядке отбыл в Турцию. Братья не скрывают, что считают виновниками своих бед в России Заура и Магарама. А это данный парень ничего хорошего не обещает. Заур и Магарама обзавелись мощным штатом телохранителей, в том числе и с представителей Федеральной государственной унитарной предприятий охрана, в сопровождении которых передвигаются из своих домов до штаб-квартиры. В общественных местах они стараются не появляться. Оперативники ждут, что война между Зауром и Маграмом с одной стороны и братьями с Алифовыми, с другой в 2018 году перейдет в активную фазу с довольно большим количеством жертв. Стоит отметить, что Лоту Гули хочет быть номером один не только среди азербайджанской диасторы, но в воровской среде, выходцев из бывшего СССР в Турции. Именно с этим источники в правоохранительных органах связывают состоявшиеся в декабре 2017 года убийства в Стамбуле законника Давид Алханашвили. Он родился в Панкистском ущелье, являлся этническим чеченцем, чем и пользовался в Турции. По словам собеседников, Дата стал в Стамбуле своеобразным решальщиком, который брался разруливать проблемы бизнесменов и бандитов с различными представителями криминального мира. А также с влиятельными выходцами из Чечни. В частности, Дата в последнее время близко сошелся с самым влиятельным чеченским законником Азизом Батукаевым. В этой своей деятельности Алханашвили умудрился несколько раз перейти дорогу Гули, который уверен, что со всеми своими бедами и проблемами предприниматели мафиази в Турции должны обращаться исключительно к нему. Как итог, Дата был расстрелян. А если учитывать, что в Турции еще немало законников, которых не взлюбил Салифов, в том числе и клан Мирабаджан Гвиладзе, то в 2018 году в этой стране будет явно жарко. К этому еще можно добавить, что у Салифова осталась нерешенная проблема в Абхазии. Ряд местных законников, под предводительством Рауля Бортсба, избили пару гонцов от Гуля. Тогда тот послал туда тяжелую артиллерию, в том числе своего близкого содвижника, вора в законе Рошада Исмаилова. В пызе открыл из пистолета огонь по оппонентам и ранил Рошада. Такого Гули уж точно не простит. Надир Салифов не скрывает, что главной его целью является место вора в законе номер один. Его до конца 2017 года занимал Захарий Калашов. Когда стало окончательно ясно, что Шакра ждет приличный срок, он оставил приемника в лице криминального генерала Василия Христофорова. Воскрес имеет существенный вес в мафиозных кругах, пользуется расположением большинства влиятельных славянских законников. Но удастся ли ему сидеть под мощным натиском Гули, большой вопрос. О своих притязаниях на трон объявляли и другие воры. В частности, образовалась связка из Эдуарда с Атрины Дмитрия Чентурия. Они даже начали формировать мощный клан. Но когда перед ворами вставал вопрос, примкнуть к группировке Охитрина Мирона или к союзникам Гули, то большинство выбирали последнее. Так, например, поступил вор Гелла Кардава. Да и сама связь к Асетрина Мирон вызывала вопросы, поскольку ранее Чентурия с тем же Геллой участвовали в избиении Асетрины. В результате Асатриан предпочел сосредоточиться на другом проекте. Сейчас он пытается возглавить криминальные движения на Донбассе. Претендовать на трон мог Балаша Шушанашвили, который плотно осел в Греции. Но известно, что он уже несколько раз общался с Гули, особенно на тему общей нелюбви к Миробуджан Гвеладзе. Противостоять друг другу они не будут. Другой претендент на место вора в законе номер один, Владимир Тюрин, выбыл из чемпионской гонки после двух событий. Во-первых, арестовали его верную опору Юрия Пичугина. Во-вторых, Украина обвинила Тюриков в участии в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. В 2018 году на свободу выйдут три влиятельных вора в законе, которые вряд ли будут претендовать на трон. Но способны серьезно повлиять на расстановку сил в криминальном мире. Из колонии освободится Бадрика Гуашвили. Бадрик Утаиский. Он пользуется огромным авторитетом в преступной среде, особенно после прессингов Син, который испытывал весь срок отсытки. У Бадри отличные отношения с самыми влиятельными славянами, и с кутаиским кланом. Какого бы вора в законе не поддержал Бадри, это тут же значительно увеличит его вес. Однако сомнительно, что Гуашвили захочет принимать хоть какое-то участие в большой сваре и, скорее всего, будет придерживаться нейтралитета. Также на свободу должен выйти Рамаз Дзниладзе, Рамаз Кутаиский. Он является верным сторонником лидера кутаиского клана Терриела Ань-Аня. Таро, закален в воровских войнах, как-то полномочия Рамаза, как криминального генерала, были приостановлены. Но их восстановил своим личным решением Шакра. Рамаз также имеет существенный вес в криминальной среде, хотя его недостаточно для притязания на трон. Однако Дзниладзе может начать активную подготовку к освобождению из колонии в 2019 году Аняни. А вот Таро, бесспорный фаворит среди желающих стать вором в законе номер один. Правда, для этого надо оказаться на свободе и остаться в России. Аняни находится под угрозой быть экстрадированным после отсидки в Испанию, где он обвиняется в осмывании денег. На свободу в 2018 году выйдет и Ахмед Домбаев, Ахмед Шалинский. Он считается крайне перспективным законником, который за время отсидки набрал опыт и вес, и уже из колонии рекомендует людей на места смотрящих и положенцев. Ахмед на свободе будет не менее активным, чем сейчас Гуля. Он настоящий боец и явно наведет шорох в криминальном мире. Тем более, что его поддерживает целая группа законников, и не только из Чечни. В какую сторону будет направлена активность Домбаева, покажет время. Не забудь подписаться на канал.